Этот овраг долгое время был стихийной свалкой. Сейчас, когда он полностью очищен от мусора, жители предлагают чиновникам построить в нем детскую и спортивную площадки. Помимо площадки, немало вопросов у местных жителей относительно дорог, освещения, коммуникации. Я обратился к Кимугороду и Каратауского района о том, чтобы в нашем районе построили детские площадки, провели уличное освещение. Потому что сейчас, в связи с реконструкцией линии электропередач, у нас нет уличного освещения. Дороги не асфальтированные. В зимнее время, в распутнице, в летнее зимнее время, детям в школу ходили, взрослым в магазины по колено в грязи. Пока ответили бюрократически. Освещение уличное около больниц, детских садов и школ. Якобы уже есть. Чиновники считают, что детская площадка в овраге – опасное решение. В сезон дождя в нем скапливается вода, а по весне овраг наполняется талыми водами. Вот только официально озвучить свою позицию чиновники не решаются. А это трасса республиканского значения. Она разделила на две части огромный жилой массив. Одна из проблем, которая сейчас стоит – здесь строится новая дорога. Здесь загородили. Теперь сейчас там построена новая школа. Одна школа будет находиться здесь, устроится. Теперь жители Бозарыка не смогут туда ходить, потому что вся дорога будет перегорожена. То есть дети вынуждены будут перепрыгивать через эти заграждения. А здесь будет скоростная, видимо, трасса. И если здесь сейчас не предпринять меры, то могут быть последствия. Жители такое развитие событий предрекали давно. Они обращались с письмами к чиновникам разных уровней. Пока у нас одного-двух не собьют, пока трагедия не случится, мы не возьмемся в это дело. Неужели нам надо ждать, пока трагедия не случится? Поэтому мы с дорожниками разговариваем, они говорят, все, говорит, уже утверждено, мы ничего не можем сделать. И мы сейчас просим власти, заказчиков просим. Мы ходили в городскую масляхатку Жуматаеву. Жуматаев говорит, это не я заказчик, область заказчик. Просим этих заказчиков, чтобы они здесь поставили светофор, который нам обещал Жан Бастынов, хоть он и городской. Без светофора тут никак нельзя. Почему? Потому что, посмотрите, какая интенсивность потока транспорта. Отсюда выехать никак невозможно. Что творится утром или вечером, когда пробки, вообще невозможно. Еще одна проблема – участок под детскую площадку. Жители Базарыка нашли свободный участок, но власти принимать какое-либо решение не спешат. Сколько лет мы живем в Базарыке, нашим детям негде играть. На территорию пришкольного стадиона их не пускают. Я не говорю о спортзале, на стадион не пускают. А ведь это дети, им хочется играть. Мы решили, что вот этот участок подходит под строительство площадки лучше всего. Нам не отказывают, говорят, рассмотрим ваш вопрос. Только с рассмотрением постоянно затягивают. Мы боимся, что это делается специально, чтобы потихоньку переоформить эту землю на посторонних нам, но близких чиновникам людям. Услышат ли призывы жителей слуги народные, пока остается только гадать. Хочется верить, что дело сдвинется с мертвой точки, без несчастных случаев, трагедий и судебных разбирательств.